Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о процессе вступления в наследство в Англии, о моем опыте, с чем мне пришлось столкнуться и как во всем разобраться. Мне повезло, я попала к такому потрясающему юристу, которого звали Стивен Вест. Он работал в юридическом офисе Оливер Фишер в районе Ноттинг-Хилл. До него я дошла, естественно, не сразу. Я вообще не знала, с чего мне начать, как заняться документами брата после того, как мы узнали о том, что он погиб. Ну, что в таком случае люди в Англии делают? Конечно же, многие семьи составляют завещание, которое называется ВИЛ. Эта штука, насколько я знаю, очень дорогая, составляется долго, подписывается у нотариуса. Ну, у них нет нотариусов, наверное, юрист, то есть солиситор оформляет все эти документы. Такого завещания, естественно, у брата не было, так как он не собирался умирать. И что нам делать с мамой дальше, мы не знали. У него не было ни жены, ни детей. Как подать документы на оформление, как вступить в наследство, мы вообще ничего про это не знали. Мне дали один телефон российской юридической компании, я туда позвонила, и мне озвучили сумму 300 фунтов в час. Это около 30 тысяч рублей на тот момент. 2016 год это был. Я думаю, 30 тысяч рублей за час. Я такое не потяну, я студент, я учусь, у меня денег нету. В общем, собрала все его бумаги, письма, счета и стала во всем этом разбираться. И дальше мне англичане порекомендовали такую фирму, ну как фирму, это, наверное, бюро для малоимущих, у которых нет своего юриста или адвоката, куда можно прийти на бесплатную консультацию, и там уже направят тебя к определенному юристу, специализирующемуся на твоем вопросе. Эта фирма называется Citizen Advice Bureau. Я сначала записалась по своему месту жительства, Хаммерсмит и Фуллом, но там не оказалось консультации именно по моей тематике, по недвижимости, по ипотеке, и меня перенаправили в Портабелло. То есть это район Ноттингхилла, это уже северный Кенсингтон. Я поехала туда, собрав все документы в одну папку, и даже не знала, с какого вопроса начинать, потому что у меня было море бумаг, у меня была ипотека, у меня были долги там по квартире, по оплате воды, электричества, газа, по кансилтакс, всякие еще кредиты брата, в общем, всякие финансовые расходы, которые я должна была понести. Это все я вывалила консультанту, который меня принимал, и он сказал, так, ипотека, недвижимость, давай начнем с этого. И направил меня вот к этому юристу, Стивену Весту. Туда я и отправилась. Так как я пришла от Citizen Advice Bureau, то есть малоимущие, первая консультация юриста являлась бесплатной. И Стивен выслушал меня, посмотрел все мои бумаги и сказал, хорошо, давай начнем работать, но меня, естественно, беспокоил финансовый вопрос, 300 фунтов в час я не могла платить, а тут англичанин, наверное, он берет еще больше. И спросила, в какую сумму мне обойдутся его услуги. Он сказал, что за весь процесс, который называется пробейт, то есть вступление в наследство, это у нас так называется, в Англии это все-таки немножечко другая система, это администрирование дел погибшего, умершего. Обойдется мне в общей сложности в 900 фунтов, ни копейки больше он с меня не возьмет. И он сказал пошагово, что мне нужно делать. Значит, получить свидетельство о смерти, потом посчитать все его долги там по счетам, показать ипотечный договор, сколько стоит квартира и так далее. Это все я ему уже принесла на следующую консультацию, которая тоже как бы была бесплатной, так как я уже понимала, что в общем, когда закроется мое дело, я должна буду заплатить в общей сложности 900 фунтов. Это было приемлемо для меня. В принципе, когда ты знаешь конечную стоимость, тогда уже легче рассчитывать, а когда ты не знаешь, сколько часов займет вся эта работа, и 300 фунтов в час, мне было не с руки платить. В общем, оказывается, в Англии в первую очередь в наследство вступают, ну, если нет, то завещание, дети и супруги. Причем супруги могут быть не зарегистрированы, а доказанное партнерство. То есть люди живут вместе и делят свой бюджет на двоих в течение двух лет. Это у них называется партнерство. То есть, как это у нас называется, сожительство. И это уже является официальным, как бы, супружеством для юриста. Дальше, так как у моего брата не было ни детей, ни супруги, в наследство могут вступить близкие родственники, которыми считается мать и отец. Сестра не считалась. Ну, это, наверное, какая-то уже пятая-десятая очередь, поэтому мой юрист сказал, что мы сейчас подготовим все документы, а в наследство будет вступать моя мама и мама моего брата, который погиб. Но так как я ему сказала, что мама ничего не понимает по-английски, ей будет очень сложно ориентироваться и что-либо подписывать, он сказал, что мама может отказаться от наследства в мою пользу, чтобы я все это оформила. Потому что пробейт, оформление вот этих вот всех документов по наследству, это не считается вообще наследством, а просто человек, который вступает в этот пробейт, является администратором дел умершего. И вот когда уже мы все документы подготовили, кстати, там у них есть налог на наследство, и он достаточно большой, я точно не помню, по-моему, 40%, но некая сумма в размере 325 тысяч фунтов, ну на тот момент, в 2016 году, может быть сейчас немного побольше, она не облагается налогом, и моему юристу надо было видеть все документы, чтобы понять, что я буду платить или не буду платить налог на наследство. В итоге он из оценки дома, ну из стоимости, за которую купил его брат, вычел ипотеку, вычел там кредиты всякие, вот эти вот счета, и получилось, что сумма, которую как бы мы получим, является ниже 325 тысяч фунтов, поэтому мы на налог на наследство, слава богу, не попали. Ну, я подписала там, по-моему, некий документ на этот счет, и он отправил это как бы в налоговую службу сам. Затем где-то в ноябре уже приехала мама и подписала документ о том, что она переоформляет все права администрирования вот этого дела на меня, и как бы тем самым отказывается от наследства, но на тот момент ей было вообще все равно, она вообще ничего не хотела делать, слышать и видеть, но я ее уговорила сходить к юристу, он посмотрел на маму, он посмотрел паспорт, сравнил, в общем, все данные, все она подписала, и всем оставшимся процессом занималась я. Он, конечно, мне все подсказывал, говорил, куда мне сходить, что мне надо сделать, какой документ в следующий раз принести, и в итоге, в принципе, уже в декабре мы все оформили. Но для того, чтобы оформить этот пробейт, так как моему юристу нужны были доказательства, что у брата не было ни супруги, ни детей, я должна была покляться на Библии о том, что мне неизвестны такие близкие родственники, которые, в принципе, являются первой очередью на наследство. Это сделать можно было в юридической конторе, однако не в той конторе, где ты оформляешь пробейт. Поэтому мне пришлось еще бегать по району, искать другого солиситора, то есть юриста, где я могла бы поклясться. Это было для меня очень удивительно. Мне, русской, которая может быть православной, ну, наша семья советские атеисты, она, в принципе, православная, клянется на Библии, я даже не знаю, там какая была католическая или протестантская, в том, что ей неизвестны такие лица, которые могли бы претендовать на это наследство в первую очередь. В итоге я оплатила, там, по-моему, 20 фунтов, этот весь процесс стоит. Я думала, мне принесут реально книгу, Библию, я положу руку и буду говорить там, я клянусь, ну, что-то там такое. Мне объяснили процесс, что меня заведут в комнатку, где будет включена камера, ну, такая какая-то переговорная. И со мной зайдет юрист, один из юристов, и я должна буду повторить за ним просто текст этой клятвы. Ну, мы зашли в комнатку, и я за юристом стала повторять некие слова, которые я даже и не знала по-английски, но приходилось как-то вот на слух повторять то, что человек говорил. Оказалось, что клятва по-английски звучит всегда по-разному, то есть, I swear, это не подходит в данной ситуации, то есть, я клянусь, как и само слово клятва, это больше подходит для каких-то романтических клятв, я клянусь любить тебя вечно, и это вот свадебная клятва, а вот в таких юридических делах это называется ought, то есть, I ought to, то есть, я присягаю или клянусь, что я вот знаю то-то, 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 то есть, ну, наверное, судебная такая риторика английского языка, то есть, вот даже во всех этих делах для меня появлялись все новые и новые слова в английском языке, и, естественно, мне очень быстро приходилось их учить, переводить для себя и запоминать. Так что, благодаря вот этим вот судебным процессам, вопросам по вступлению в наследство, там еще потом налоги пошли с продажи, capital gain tax, то есть, мне пришлось даже заплатить налог на прирост капитала. В общем, во всем этом процессе я выучила такое огромное количество новых юридических слов, каких-то жизненных процессов, даже тоже citizen advice bureau, вот кто бы знал, да, что у них существует такая вот юридическая помощь. Наверное, это как юрист-консульт или что-то такое, вот я даже не знаю, есть ли у нас такие фирмы, которые помогают людям разобраться в каких-то сложных ситуациях по жизни, в документах, в ипотеке, в банковских каких-то делах или в житейских. Если кто знает, пишите в комментариях. Очень интересно было узнать, что вот в английской бытовой жизни существует такая помощь. Пока на этом все. Как мы продавали дом, как я платила налоги и так далее, буду рассказывать позже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Я прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok